Всем привет! В эфире Козелжар подкаст. Наши подкасты мы посвящаем интересным профессиям и специальностям. Гости нашей студии сегодня Асия Серегбаева, инженер-строитель, а также директор проектной компании ТО «Эйджи Проект». Асия, добрый день! Добрый день! Сегодня мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о такой профессии, как инженер-строитель, и чтобы наши телезрители поближе познакомились с вами. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о своем профессиональном пути, как вы попали в мир строительства, в сферу строительства. Это такая очень интересная, наверное, история. Я в семье, получается, старший ребенок, и я папина дочка всегда была, и папа всегда хотел, чтобы я работала в полиции, в органах. И после девятого класса я поступила в Петропавловский строительно-экономический колледж на отдел юриспруденции. Группа не открылась, нас было всего пять человек, и нас объединили со строителями. И вот с этого мой путь, наверное, и начался. Мне очень понравилось. Мы нас первые полгода объединили, мы должны были учиться вместе со строителями, а потом нас должны были объединить с другой группой, и мы должны были уйти. Но так получилось, что я полгода поучилась, у нас был предмет черчения, мне очень понравилось. И вот пришлось разговаривать с папой, что я вот хочу быть строителем все-таки, что юриспруденция это не мое. И папу обижать тоже не хотелось. У него мечта такая была, чтобы я в органах работала. И получается, мы с папой поговорили, и тут зауч была. Роза Брымжан, она ее звали, она взрослый человек, сейчас, наверное, уже на пенсии. Она вызвала и меня, и отца. Папа приехал, и вот она говорит, вот мы предлагаем, вот не всем, но предложили мне в таком случае поучиться на строителя очно, и юриспруденцию заочно. То есть получить сразу два образования, да? Да, получить сразу два образования. И я согласилась сразу же, потому что не хотелось папу обижать, а самой было интересно больше профессия строителя. То есть вы действительно такая папина доча? Да, я вот не хотела. Я думала, и папа надеялся, что он надеялся, что я передумаю. И я училась, как бы, получается, до обеда на строителя. После обеда, когда во время сессии, заочно только во время сессии, и вот я месяц училась после обеда на юриспруденцию. Но также я училась на гранте на строителя. И вот так я три года отучилась на юриста. В 2014 году я закончила юридический, и в 2015 году строительный. То есть до обеда юрист, после обеда строитель. Как вам наоборот? Как удавалось это всё совмещать, переключаться? Это совершенно всё-таки разные? Здесь творчество, здесь точность. Да, ну, как бы, времени было много. Студенческие годы, что ещё делать? Мы учились, чертили, ночами чертили. Вот раньше мы вручную же чертили карандашом, там, линейкой, лампами сидели ночами с девчонками. Ну, такое вот время было. То есть студенческие годы вам запомнились на долгие годы, можно сказать так. А почему перевесило строительство в таком случае? Ну, мне, наверное, потому что больше нравится творческое вот это вот... Начало, да, вот это творчество. Инженер-строитель — такая профессия. Расскажите нашим телезрителям, с чем она связана, да, что входит в функции, в обязанности такой профессии. Да, в наши функции, обязанности входят. Ну, вот люди, допустим, те, кто хотят построить новый дом. Мы помогаем людям создавать планировку дома, также из чего построить, как. Вот эти все моменты мы разрисовываем, показываем с клиентами, обсуждаем. Они приходят к нам, мы вот в развернутом виде печатаем, показываем, что да как. Так, если у кого-то мы ещё занимаемся дополнительным оформлением, мы полностью берём под ключ, занимаемся, помогаем получать разрешительные документы, согласовывать проекты, изготавливать её, создавать, и отдаём подрядчикам, которые им строят, либо люди, которые сами строят. Начали рассказывать о начале своего профессионального пути, да, то есть вы вот поступили, учились на строителе, а далее? После того, как вы получили диплом на руках, далее вы решили пойти в сферу строительства, и где вы начали работать? Нет, я вышла замуж. Последний год своего обучения я вышла замуж. То есть вы вышли замуж в 18 лет? Да, в 18 я вышла замуж, это был у меня третий курс. И, получается, на четвёртом курсе я уже была в положении, и вот я как раз в марте, мы заканчивали, начало марта 3-го, 9-го марта, вот я родила свою первую дочь. Сколько сейчас лет в вашей дочери? 9 лет. Ну и я родила, я, чтобы академию брать, я продолжала учёбу, как бы мне не так тяжело беременность проходила, поэтому я до конца училась. Сложностей? Нет, нет, у меня не было никаких сложностей. Дальше, после того, как вы стали мамой? Мы год прожили, ребёнка родила, а через полгода мы развелись, когда было моему ребёнку полгода. И вот я уехала к родителям. Жила с родителями. Да, такой момент был. У меня, получается, закончила учёбу, я не работала. Я сидела дома с ребёнком, потом мы развелись, опять такие моменты были переломные. Я жила со своими родителями в деревне, у себя, но в какой-то момент родители меня поддержали. Мама сказала, у меня мама домохозяйка, всю жизнь папа у меня, ну как он работает, говорит, ну тоже инвалидность у него, как бы не на постоянной основе. И вот, и мама говорит, наверное, ты езжай в город, мы сами справимся, будешь приезжать на выходные, что от... вдруг у тебя что-нибудь получится. Чтобы ты не сидела всю жизнь дома, вот как я, домохозяйкой, чтобы ты вышла на свет, может, что-то получится у тебя, там какие-то возможности откроются впереди, может. И вот, в общем, они посоветовались, родители, и отправили меня в город. Вы сопротивлялись? Я, ну, как бы, знаете... Да, были. Ну, сомнения были только из-за того, что не хотелось ребёнка оставлять. Ребёнок маленький? Маленький. Было только шесть месяцев. И мне не хотелось её оставлять. Но и как бы засиживаться тоже не хотелось, но хотелось работать. Ну, во благо ребёнка. Ну, да, конечно, потому что обеспечивать ребёнка тоже нужно. А сидя дома, в то время такие пособия были, что ребёнка не обеспечишь. Поэтому и мама у меня домохозяйка, кто будет ещё нас обеспечивать? Пришлось уехать. И вот я уехала. Но первое время, конечно, я работала официантом. Сутки двое работала, пока ездила домой. И вот вышла программа, ну, может, она и была, просто я о ней узнала, что есть такая программа молодёжная практика через Центр занятости была. Я узнала и вот решила потихоньку начать по профессии работать. Но не по юриспруденции, а вот именно по строительству. И нашла место в отделе архитектуры в городском Акимате, отдел архитектуры строительства. И вот устроилась по молодёжной практике туда. Ну, нужно было ещё снимать квартиру. А раньше по молодёжной практике зарплата у нас была там 15 тысяч, что ли, 18 тысяч. Это какие годы были? Это, наверное, 16-й год, да. И я устроилась, но не чтобы у меня был какой-то дополнительный заработок, и я, получается, ночную смену брала. Ночью работала там же, вот где в гостничном комплексе, а днём работала вот в архитектуре. То есть у вас, знаете, интересная история вообще жизни. То есть вы учитесь всегда, вот учитесь две профессии получаете. Да, работаю. Ну, никогда мне ничего так легко не удавалось. Всегда вот почему-то были вот такие вот моменты, что у меня всегда всё было тяжело. Но я сейчас как вспоминаю, но я не жалею, что я прошла такой путь. Здесь ещё очень важна, наверное, поддержка родителей. Ну да, самое главное. Вот, да, они поддержали. И я вот в выходные, суббота, воскресенье у меня обязательно выходной был. Я ездила домой к дочери. Дочь скучала? Вы скучали? Ну да, да. Она даже какое-то время, вот когда холода были сильные, я не ездила домой, потому что, ну, зимой, как я, у меня ни машины, ничего нет. Пришлось оставаться в городе. И были моменты, когда она меня по имени называла. Она думала, что родители, это мои родители. Мама, папа их называла. Она вот, наверное, до школы так называла. И вот сейчас только, вот, видать, переросла. Сейчас вот маму, мама называет. После отдела строительства? Да, вот. Я, получается, полгода прошла практику. И тогда руководитель говорил, типа, если... Ну, когда я только устраивалась, он сказал, если будешь хорошо работать, мы тебя ставим на вакантную должность, на госслужбу. И это я проработала, очень старалась. И люди возле меня были такие, что вот все меня обучали, все чем-то помогали. И руководитель был тоже хороший в то время. Тогда был Тажибаев Хуатай Джипович. Я вот до сих пор помню. Он меня и взял на работу, он мне и помогал. И вот официально я потом как устроилась на госслужбу, я ушла от официанта уже и начала работать только вот в архитектуре, да. Я проработала там пять лет. Набрались опыта? Да, набралась опыта. Ну, конечно, после трех лет я уже подумывала уходить. Но у меня как бы никак, потому что я стояла в очереди на квартиру, стояла в очереди в садик, мне нужно было перевести дочь, нужно было понимать, куда я ее переведу. И как бы все равно, когда в очереди стоишь как мать-одиночка и как госслужащий, и вот так получилось, что и зарплата госслужащего должна была подойти, чтобы я получила квартиру. И получилось так, что я и квартиру получила, и в садике место пришло. И я вот думаю, что дальше уже можно двигаться, что по своему направлению, по своему. Именно тогда вы почувствовали себя плотно стоящей именно в этой профессии? Или это произошло позже? Нет, это позже произошло, потому что я в архитектуре не проектировала. Я занималась разрешительными документами. Выдача разрешения на строительство, такие вот на перепланировки. А вот именно проектированием я не занималась. А как вы потом перестроились? Ну, мы же рассматривали эскизные проекты. Ну, я как бы вижу все это, смотрю. Но самой чертить как бы... Ну, я же училась, я все помню, как бы в памяти все есть. И вот после я уже, когда уволилась... Ну, вы уволились по собственному желанию, решили? Да, да, да. Я уволилась по собственному желанию. Это уже после того, как познакомилась со вторым своим мужем. Я и до этого собиралась уходить, но я все боялась. Вот этот вот меня не отпускал. Вот куда я пойду? У меня ребенок. Да, вот не было вот этого вот... И с родителями, может быть, но боялась я. Как я вот одна с ребенком, сейчас уйду в никуда. И что со мной произойдет? Вот какой-то такой страх был. И родители тоже, я родителям говорила, вот хочу уйти на себя работать. Родители тоже как бы боялись. Как ты, типа, сможешь, не сможешь. У тебя нет никакой поддержки. Типа, мы только... А мы в этом как бы не понимаем, не разбираемся. И вот так и все оставалось. Оставалось, пока вот я не встретила второго мужа. Мы тогда еще встречались. И вот я говорю, вот устала, хочу уйти из госслужбы. Он меня поддержал. Потом я говорю, вот хочу тем-то, тем-то заниматься. Сначала я занималась только оформлением. Эскизные проекты, тех проекты я не делала. Я заказывала. Потом занималась только оформлением. Потом подумала, думаю, почему я кому-то отдаю деньги? Почему бы мне самой это не делать? Тогда так, как я сама это все знаю. Я сама этому училась. И вот, а не было ноутбука, не было вот этой программы нужно было, ну, чтобы чертить все. Но немножко подкопила. Муж поддержал. Ну вот мы тогда еще встречались, не жили еще. Поддержала. Я вот купила ноутбук, скачала программы и начала все сама потихоньку. А когда появилась уже Ваша компания? Компания моя появилась через полгода. Достаточно быстро? Да. Я вот пока разбиралась, пока то и все. Ну, я быстро разобралась, потому что я же этому умела, как бы просто нужно было немножко... Вспомнить. Да, вспомнить. И через полгода, как бы, я уже черчу, но печати ставить неоткуда. Потому что нужна же лицензия. Да. Да. А я же до этого заказывала, и у меня вот этого не было. И я думаю, нужно, значит, сначала взять, открыть то, так как в нашей профессии в строительстве лицензию не так просто взять, нужно то именно иметь. Поэтому я открыла то, а чтобы получить лицензию, нужно было еще заплатить, потому что лицензию, чтобы получить, там, покупать нужно было лицензию. Я еще полгода подкопила, и в 21-м году я получила лицензию и уже сама своими штампами начала работать. На сегодня у вас уже есть своя команда. Да. Расскажите о своей команде. Есть проектировщик, один сметчик есть, я руководитель, как и есть бухгалтер, и госзакупщик есть. А как вы подбирали себе персонал? То есть, может быть, есть такие руководители просто, которые выбирают себе сотрудников по типу себя, например. А вы как подбирали своих сотрудников? Что учитывали в первую очередь? Профессионализм, образование? В первую очередь, если смотреть со стороны проектировщиков, то да, образование обязательно. И, конечно же, наверное, ответственность, потому что это такая работа, что каждый миллиметр, каждый сантиметр нужно было учитывать, это всё пересчитывать, чертить, поэтому ответственность, наверное. Это главная черта, да, которую вы цените в сотрудниках. А как вы их мотивируете? Ведь сотрудников тоже нужно мотивировать, давать им мотивацию, чтобы были лучшие проекты. Премии? Премии. Обязательно, да. У нас есть план каждый месяц. Если план выполняется, то я даю премии. Ваша компания называется AG проект. AG — это инициалы. Почему-то перед началом нашего интервью я ещё подумала, может, это ваши инициалы, а потом думаю, эй, хорошо, а сейчас я AG. Такой вот вопрос. Это когда я компанию только открывала, у меня, получается, это не инициалы, это, получается, Асия и Гулюм. Гулюм — это моя дочь. Как бы нас было тогда двое, но как бы никого больше не было, поэтому я решила назвать в честь себя и дочери. А потом так получилось, что я вышла замуж, и у меня родился сын, его зовут Орлан. Теперь я больше иду к тому, что как бы это Орлан и Гулюм. А, да, вот получается, имена ваших детей. А изначально, когда открывалась эта власть? Изначально была я и дочь, потому что у нас было всего двое, ну, наша семья. То есть, когда вы открыли компанию, вы опять ушли в декрет или нет? Не было декрет? Нет, работала я. То есть, можно сказать, что вы никогда не были в декрете, никогда не отдыхали, так сказать? Да, и вот второй раз тоже, вот я в 21-м году в августе я второй раз стала мамой. И я, наверное, только, знаете, когда работаешь на себя, а как её закрывать, аннулировать не получится, клиенты идут, клиенты есть, почему мы с ним поработать? И у меня, мы жили, мужа, с мужа бабушкой, и вот бабушка мне хорошо помогла. С трёх месяцев она сидела. Это, получается, даже не бабушка, а прабабушка. Моего мужа бабушка, получается. Так как у меня сёк, сёкровка, они живут в деревне, мы вот жили с прабабушкой, и вот она хорошо помогла в те времена, пока он был маленький. Я там уезжала на 3-4 часа. То есть вы такая вот с малышами, всё-таки у вас такой стержень есть, я могу сказать точно сегодня, что вы не бросали работу. Но надо сказать, у нас схожий характер, между прочим, потому что я точно так же не могу никогда бросить работу и отдаться полностью воспитанию детей. Поэтому в этом плане я вас... Даже иногда, я думаю, анализирую моменты, когда дети сейчас уже так подросли, я думаю, наверное, я вот как бы вот... Ну, есть такая чуть вина, как будто я плохая мама, что я, может, недостаточно времени как будто бы уделяю. Или они так быстро выросли, и я как будто пропустила какие-то моменты вот в жизни. Но вы о чём-то жалеете? Вы бы по-другому поступили? Нет, наверное. Ну, это же всё я делаю ради них, чтобы у них было будущее хорошее, чтобы они жили беззаботно. Вот вы сказали, открыли компанию и оказались в положении, а клиенты идут. Вот кто ваши клиенты? Вы можете описать своих клиентов, как вы их привлекаете, можно сказать, или они сами находятся? Вот, да, тоже такой вопрос. Я вот не люблю вести Инстаграм. Как бы сейчас же много вот СММ, которые ведут Инстаграмы, там реклама. Сейчас меня, наверное, все забанят, СММщики. Но я вот не люблю такое, не веду Инстаграм, рекламу я не делаю. Но люди идут вот сарафанной радио. Просто кто-то от кого-то слышит, вот мне сделали работу так хорошо, там кто-то кому-то передаёт, и только так я работаю. А такой у меня прям рекламы где-то нету. И Инстаграм я вот как бы тоже не веду. У меня она есть, есть Инстаграм. Но у меня там есть подписчики, которые только свои. Вот которые у меня в личном аккаунте, а они у меня в рабочем аккаунте. А так, чтобы прям собирать клиентов через Инстаграм, ну для меня это, не знаю. То есть вы больше за такое живое, да, общение? Да, да, да. И за живое привлечение клиентов? Да, клиенты, если человек работает хорошо, клиенты будут в любом случае. Я думаю, и без рекламы. Я вот не делаю рекламу. Есть ли у вас конкуренты? Достаточно много или мало у нас таких компаний, проектных, да, скажем так? И считаете ли вы кого-то своими прям вот ярыми конкурентами? Достаточно много. Последние годы очень много нас. Поэтому я не знаю. Мы все друг с другом общаемся. А много ли среди, например, инженеров-строителей, ну вот по моему представлению, когда говорят об инженере-строителе, ты представляешь крупного мужчину-строителя, вы такая достаточно хрупкая, нежная девушка. Много ли таких у нас в городе строителей? Я знаю. Ну, с кем я общаюсь, из моих конкурентов, все молодые люди. Но вы руководитель компании, такая хрупкая, нежная, да, как я уже говорила. Ведь нужно иногда и голос показать, иногда и силу показать. Вы как общаетесь со своими сотрудниками, когда где-то надо прикрикнуть, например? Да, это, знаете, вот такой вопрос. Даже бывают клиенты, когда тоже приходят, они видят, и сразу так, вы руководитель? Ну, так спрашивают. Да, такое сразу у всех недоверие. Или когда на выезда я езжу, все смотрят, вы будете замерять? Или когда мы, например, мы смертные документации тоже делаем на ремонт, и вот приходится иногда даже на крышу залазить, и все так реагируют от совхоза, которые, а вы сами будете залазить? Я говорю, да, сама. Раз я приехала одна, говорю, буду сама. Все очень так удивляются. Но меня надо очень долго прям вот так вот, как сказать? Ну, разозлить, наверное. Да, сильно надо разозлить, чтобы я прям могла высказать все. А так я очень такой, ну, я не люблю ругаться. Вы больше мягкий человек? Да, я не люблю ругаться. Не конфликтный я человек. А руководитель вы достаточно требовательный? Да, да. Но, наверное, из-за моей мягкости со мной даже особо никто не спорит, не ругаться, не пытается. Как бы я вот говорю, есть план. Работаем по этому плану. И как бы ни проблем нету никогда. Мне даже не приходилось ни разу, вот мы сколько работаю я. Наверное, был только один сотрудник, с которым мне пришлось так разговаривать. Но он, правда, и уволился. Мы долго не проработали. А так вот я со всеми на одной волне. А можете вспомнить самый сложный проект? Знаете, у нас, наверное, не бывает самого сложного. Так как у нас каждый проект, он индивидуальный. Все вот хотят... Похожих проектов не бывает? Нет, похожих не бывает. Все люди, у всех... Я хочу, допустим, такую-то кухню, я хочу такую-то спальню, я хочу, чтобы потолки были столько-то, столько-то. Поэтому самое тяжелое, наверное, это не все индивидуальные, и все для меня такие запоминающиеся тяжелые. Ну а если говорить в целом о работе, с какими трудностями приходится сталкиваться именно в строительной сфере сегодня? Ну, наверное, больше с людьми общаться тяжелее. Вот сами люди, как бы, знаете... Да, заказчики, они могут прийти день, сказать так, там, ушли, передумали, пришли на сущий день, нет, я хочу так. И вот, знаете, это так заматывает. Вроде бы небольшой проект, а вот трудно общаться с людьми, допустим. Ну, мне вот тяжело с людьми, наверное, скорее с самими заказчиками, чем с проектом. Ну, все-таки, да, я согласна, что строительство и вообще проектирование это достаточно такой стресс хороший дает на организм. Вот как вы восстанавливаете свои силы и держите себя еще в тонусе, не бросаете все? Ну, как? Я отдыхаю в выходные, мы с семьей выезжаем куда-нибудь обязательно. Мы вот в воскресенье обязательно все дома. Там, выезжаем куда-нибудь на природу, либо куда-нибудь сходим всей семьей, отдохнем. Я прямо все отпускаю в своей голове, все, что у меня за всю неделю, вот этот негатив, который собирается. Люди разные бывают, бывают приходят такие вот люди тяжелые прям. Вот с ними даже, когда вот разговариваешь, негатив. Самый ваш любимый проект, если мы говорили о сложных, вы сказали о сложных проектов, они все индивидуальные. А был ли любимый проект, ну вот, который за бабом души, вы его запомнили? Как ни было, он, наверное, сейчас есть. Мы сейчас собираемся строить дом, и я вот делаю проект своего дома. И вот он, наверное, самый любимый для меня. Классно. Классно проектировать свой дом. Да, сейчас он в процессе, я вот работаю над ним. Работаю над ним я сама. У вас была какая-то мечта в детстве? Да, была. Да? Да, была. И идей очень много, потому что, когда ты очень много проектируешь домов, в какой-то клиент, допустим, у какого-то клиента там в доме кухня такая, у кого-то спальня такая, и вот со всех начинаешь перебирать, и хочется такой прям свой красивый дом, уютный, большой, чтобы вот мы все. А вот в этом плане вам супруг помогает, или вы проектируете сами? Нет, все вопросы я всегда советуюсь с мужем. Даже такие, если даже он особо не понимает, но все равно я... А он в какой сфере трудится? Он индивидуальный предприниматель. Ну, то есть он далек от строительства, да? Ну, мне кажется, не бывает мужчин, что они далеки от строительства. Это все мужчины, они всегда связаны же вот со строительством, поэтому он не так сильно далек. Он разбирается, тоже понимает. Было время, когда он даже со мной работал, ну, на выезда, когда вот я далеко не могла выезжать, ребенок у меня был. И вот на выезда у меня ездил муж. А сейчас вы выезжаете на объекты? Сейчас сама выезжаю, да. Ребенок в садике, в командировке езжу тоже. Ну, ваше присутствие обязательно, да, на проект? Нет, ну, не обязательно, но бывает, когда мы не успеваем. И так как у меня машина, поэтому я могу сама съездить, мне так проще. А пока работают проектировщики в офисе, они работают свою работу, я быстро съезжу, привезу данные. Ну, так проще, чем оставлять, отправлять кого-то, привозить. Вот сегодня вы говорили об ответственности. А какие еще особые качества нужны для достижения целей? Допустим, вы такая хрупкая девушка, но вы достигли достаточно высокого результата, на мой взгляд, да, открыли свою компанию, занимаетесь любимым делом, да. Какие качества вам помогли? И вообще, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать человек, который может достигнуть определенных целей? Мне кажется, да, мне кажется, еще упорство. Вот, чтобы человек начал и шел к этому. А бывают такие, знаете, моменты, когда вообще не хочется работать. А у вас были такие моменты? Да, бывало. Бывает, когда вот все опять же идет от клиентов. Когда устаешь, когда люди тебя не понимают, когда ты пытаешься донести одно, а тебе другое. И вот бывают такие переломные моменты, что я прям вот не хочу работать. Я думаю, все, я брошу, все, я буду. А потом обратно думаю, почему бы и нет? Вот из-за одного человека. Почему я должна сейчас терять все, что я начинала когда-то? С нуля. С нуля, сама шла к этому всему. И, конечно же, муж поддерживает. Я же сразу начинаю жаловаться ему. И вот он, да нет, чего ты из-за одного клиента так будешь? Сколько таких было? Не нужно. И вот поддержка. И вот упорство само. Я, например, тоже, вот сколько бы я ни говорила, что я брошу это дело, но я не брошу. Но если бы вы не стали строителем, то кем бы вы стали? Вот кем-то себя видите? Юристом? Нет. Юристом, наверное, точно нет. А сейчас вот, кстати, возвращаясь к началу нашей беседы, папа доволен результатом? Он доволен, что вы не стали полицейским, а стали вот этим? Да, очень доволен. Сейчас он, можно даже сказать, что он гордится мной. Вот мой самый главный советчик, это еще папа. Вот у меня мама, получается, здесь в городе работает. Они недалеко от города живут. И папа каждый раз приезжает, привозит ее, и обязательно заходит ко мне, спрашивает, как у меня дела, что у меня по работе. Я, конечно, знаю, что папа тоже особо не понимает, но все равно он всегда интересуется, как у меня дела. Где-то что-то я у него спрошу, он может мне посоветовать. Мешают ли личные отношения к построению карьеры? Иногда же говорят, если хочешь построить карьеру, то ты должен удариться только в карьеру, забросив семью. Или наоборот, построить счастливую семью, но забросить карьеру. Вы считаете это правильным или можно совмещать эти два маме? Можно совмещать. Да, очень. Или яркий тому пример. Да, я совмещаю и работу, и семью. Все довольны, никто не обижается. А как вы относитесь к критике? Всегда ли довольны результатом, допустим, клиенты? А если именно по поводу работы критика, то да, не было такого. Всегда люди довольны. Я обязательно доведу дело до конца. Клиент, я не знаю, сейчас, наверное, он меня вспомнит, потерял флешку. А там, получается, он предприниматель, у него там ключи, я так поняла, все отчеты. Вот он мне такую сцену устроил. Это вообще, я, наверное, неделю уходила в депрессию. Для меня было так обидно, что вот я такая безответственная, что я потеряла эту флешку, хотя я никогда не беру. Я вот у себя сразу у них прошу флешку, закинула себе на ноутбук, создала папку, у меня все по папкам, вот клиент такой-то, и ключи, документы вот в одной папке. Порядок. А флешку, чтобы я что-то оставляла, я не оставляю. И тут вообще пошла волна такая, начал на меня ругаться, там чуть ли говорить, вот я вам такую-то рекламу сделаю, вы такая безответственная, потеряли все, что у меня было, я там годы что-то там собирал. И как вы вообще вышли из этой ситуации? Ну как я, как всегда, я ей говорю, я никогда не беру флешки, я ему объясняю это, ну не ругаюсь, ну как бы я вообще стараюсь никогда не ругаться с клиентами. Я говорю, не беру никогда флешки, я скачиваю себе ключи, и все, мне не нужна, говорю, ваша флешка. Ну если даже она где-то у меня лежит, ну для чего я его себе оставлю? И даже когда я хожу, допустим, в ЦОН, там что-то забирать документы, уносить, я что-то тоже не возьму флешку с собой, для чего? У меня доверенность есть. Ну как бы с его стороны как-то это было глупо, но было очень обидно. И вот я, наверное, скорее всего, критику воспринимаю, наверное, близко очень. Да, потому что... А сами самокритичный человек? Сами себя критикуете, оцениваете? Нет. Сама себя, ну, всегда довольна собой. Ну как сказать, люблю себя, да? Всегда довольна. Это самое главное. Да, я всегда довольна своим результатом. Такого вот, чтобы результата плохого вот такого вот пока не было. Так. Сколько времени вы посвящаете работе? Работаю я обязательно только по графику. С 10 до 6. А, и выходные, да? Да, и выходные. Вечером я обязательно с детьми, потому что у меня бывает муж, он дома не находится, поэтому приходится с детьми бывать. А верите ли вы в женскую дружбу? Да. А какие главные качества вы цените в людях, в женщинах, мужчинах? Доверие. Ну, я думаю, доверие. Какие главные качества сегодня вы воспитываетесь в своих детях? Своих? По отношению к людям или по отношению... Вообще в целом. Ну, если по отношению... Ну, быть ответственными, порядочными людьми и всегда добиваться того, чего они хотят. То есть у вас слово ответственность вообще на протяжении всей нашей беседы. Да. Вы суперответственный человек, Асия. И, наверное, благодаря вот этой черте характера вы добились хороших результатов. Если говорить о ваших увлечениях, помимо, естественно, вашего любимого дела, чем вы увлекаетесь? Может быть, это спорт? Может быть, вы любите читать книги, слушать музыку, путешествовать? Путешествовать любим. С мужем ездим, да. Даже в выходные можем куда-нибудь съездить, на природу. Можете вспомнить книгу, которую вы прочитали, скажем так, последнюю книгу, которую вы прочитали, но которая не относится к вашей профессии? Не знаю. Вы читаете, да, не любите читать? Нет. Ну, я в основном только вот про психологию. То есть вы увлекаетесь психологией? Да, да. Ну, это очень важно, да? Наверное, в вашей профессии очень важно быть психологом. Очень важно. Потому что вот зашёл к тебе человек, и ты так думаешь, как с ним разговаривать? Бывает человек, который зайдёт, начнёт мило беседовать, а бывают люди, которые зайдут и сразу ты мне это сделай, вот даже такое вот бывает, то-то, то-то вот так вот сделай, я хочу так. И вот находить вот эти вот точки соприкосновения, как общаться, как разговаривать. Ну, и с детьми психологию, читая, как с детьми обращать, потому что сейчас подростки, они такие, знаете, тяжело с ними, а доча у меня уже скоро 10 будет, и она вот такая вот, может где-то резко ответить. Я вот стараюсь с ней находить вот эти вот моменты, как с ней разговаривать, как с ней общаться, чтобы она была открыта ко мне. Ну, то есть вы согласны с тем, что, да, воспитание девочки, воспитание мальчика — это две разные вещи? Да-да, это две разные вещи. Такие девочки посложнее, да, воспитывать? Расскажите о наиболее ценном совете, который когда-либо вам давали в жизни. Это, наверное, никогда не сдаваться, идти вперёд, не обращать внимания на людей, которые, как сказать... Тянут вниз? Да. А были ли в вашей жизни люди, которые вот тянули вниз или говорили, а ся, у тебя ничего не получится, это не вариант? Да. Вот, наверное, поэтому и вот этот вот человек мне так сказал. Было, было. Это не сможет. Сейчас этих людей в вашей жизни нет? Нет, нет. Вы стараетесь себя окружить с какими людьми? Позитивными? Да, с позитивными, с интересными, которые вот близки сразу. Вот по общению понимаешь, когда человек тебе близок, когда это твой человек, и вот хочется с такими людьми только общаться. Если оценивать тебя, свою профессиональную деятельность по пятибалльной шкале, сколько бы баллов вы себе поставили? Пять. Пять с пяти? Да, пять из пяти. С чего начать новичку, который хотел бы пойти по вашим стопам, например? Возможно, кто-то не верит сейчас в свои силы и хочет пойти в строительную сферу. Вот вы уже говорили, не сдаваться, верить. Ещё что нужно делать человеку? Вот верить в свои силы? Ну, это строительство, такая профессия, тут, если ты знаешь эту профессию, то ты работаешь. Если ты не знаешь, то смысла нет туда идти. То из случайных людей строительство не может быть. Здесь только профессионалы, здесь только люди с образованием, да? Люди только с образованием, именно с инженерным, которые вот могут спроектировать что-то там, открыть, и чертёж сказать, вот то-то, то-то. А вот кто, как посоветовать человеку, который вот именно по нашей, если в сфере, то только учиться и учиться. Вы продолжаете учиться сегодня? Проходите курсы, повышения какие-то, квалификации? Да, у нас каждый год выходят новые программы, новые интересные программы выходят. И сотрудников я своих отправляю. Вот отучила сметчика. Ну, как выходит, так я обязательно. Мы обучаемся все. То есть в этом плане вы держите руку на пульсе? Да. Ася, могли бы вы поделиться своими планами в ближайшем будущем? Ну, планами, да, мы вот хотим построить дом, хотим путешествовать минимум три раза в год с мужем, с семьёй. И, ну, в принципе, за этот год, который я поставила цели, я все выполнила. То есть вы всегда ставите перед собой определённый такой список? Да. Не знаю, насколько это... Да, 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 ставлю, ставлю и иду к ним. И вот... Они сбываются? Да, да, сбываются. Можно сказать, что все мечты сбываются, да? Можно. Если идти к ним, то, конечно, сбудутся все мечты и цели. У меня в этом году вот уже ноябрь начинается с Блиссе, кроме плана на год. То есть вы уже готовите уже на следующий год? Да, на следующий год будем готовить в декабре. Классно. Ася, вы такая позитивная, очень лучезарная девушка и на самом деле профессионал своего дела. Я очень уважительно отношусь вот к вашей профессии, что несмотря на то, что вы такая хрупкая, молоденькая девушка, вы уже являетесь руководителем серьезной компанией, да? И, конечно, мне хотелось бы пожелать вам так же не сдаваться, не слушать никого, идти только вперед и оставаться такой же прекрасной девушкой. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова